МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости корреспонденты 1-го Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Там за туманами берег наш родной. Безвозмездная раздача арестованных контрабандных товаров. Через 30 лет после открытия цирка медвежий аттракцион вновь в Караганде. Из-за плотного тумана некоторые рейсы карагандинского аэропорта задерживаются на неопределенное время. В частности, сегодня отменили авиарейсы из Астаны. Погодные условия не позволяют обеспечить безопасный перелет и посадку самолетов. Сегодня около 30 карагандинцев вернулись в родные края, опоздав на целых 5 часов. Около 30 пассажиров почти полдня просидели на чемоданах в аэропорту Астаны. Клиенты авиакомпании Аэрофлот и Трансайра должны были вернуться домой еще в 5 часов утра. Однако из-за густого тумана задержались сразу несколько карагандинских рейсов. Пассажиры, которым пришлось пережидать нелетную погоду в Астане, возмущены негостеприимством столичных сотрудников аэропорта. В Казгидромете уверяют, сообщение о густом тумане было разослано вовремя. Говорят, что непогода в области в ближайшие дни сохранится. То есть это сильный туман. Такой туман мы в принципе сохраняем по северу и по центру области. Но туман является локальным явлением. Опоздавшие самолеты выпустят в небо, когда туман рассеется полностью. В свою очередь в аэропорту сообщили, что самолеты вылетают и прибывают по графику. Однако, насколько были задержаны утренние рейсы, пока не уточняется. С погодой не поспоришь. А вот качество обслуживания авиапассажиров может быть и лучше. День семьи в Казахстане празднуют совсем недавно, но уже этот праздник прижился и казахстанцы с радостью его отмечают. Заместитель Акима области Жан Дос Абишев посетил большую семью Бимендиновых, которые являются победителями городского конкурса «Мирилевут пасса». Любовь к родине начинается с любви к семейному очагу. Воспитание, полученное под родным Шанераком, это залог здорового и успешного будущего всего нашего народа. Как отметил глава государства, в нашем обществе семья всегда была и остается связующим звеном между разными поколениями. Заместитель Акима области побывал в семье Бимендиновых, где воспитываются семеро детей и 11 внуков. Саруар Жусупова – обладательница подвески Алтеналка. С мужем вместе они прожили уже 43 года. Такая семья является достойным примером семейной династии. Заместитель Акима области пожелал подрастающему поколению хорошо учиться и слушаться старших, а старшим благополучия и крепкого здоровья. В честь Дня семьи Жан Дос Абишев подарил династии Бимендиновых плазменный телевизор. В каждой семье есть своя моральная атмосфера. Мои родители учили меня трудиться во благо своего народа. И мы по такому же принципу воспитываем своих детей. Лариса Хусейнова, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Осторожно, мошенники! В Караганде выявили новый вид мошенничества. Некая индивидуальная предпринимательница очень ловко выманивала деньги у доверчивых молодых людей. При этом перекачка денег из кармана одураченных происходила по телефону. Карагандинцы стали жертвами телефонных мошенников. Схема действия проста. Через сайт знакомств девушка знакомится с молодыми людьми. Регулярно ведет переписку без намека на интим. Дает свой необычный 12-значный номер, похож на телефон горячей линии. И объясняет, что якобы являясь сотрудником банка, разговор с ней будет бесплатным. Однако, вовлеченный в разговор по телефону молодым людям, в конце месяца приходят огромные счета за телефонные переговоры. Один из пострадавших таким образом. Житель Караганды обратился в Казахтелеком и правоохранительные органы. Было где-то 3-4 обращения в Казахтелеком. И совершенно никакой информации они не хотят предоставлять. В правоохранительных органах мне выдали справку, что заведено уголовное дело. Но, к сожалению, до сих пор его сыны не там. То есть, никакой реакции со стороны правоохранительных органов нет. Согласно статистических данным, только в Казбикбисском районе города Караганды за 8 месяцев 2014 года совершено 611 преступлений, квалифицируемых по статье «мошенничество». Большую часть составляют телефонные мошенничества. В прокуратуру участились обращения граждан, ставших жертвами мошенников. В основном на уловки таких мошенников попадают одинокие люди, которым в каком-то ракурсе не хватает, может быть, даже общения с людьми. Мошенники постоянно обновляют методы одурачивания своих клиентов. Поэтому свою доверчивость надо учиться контролировать. Бигзат Аликайдаров, Айден Жакан, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Галвин Херкюль Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный Продолжаем выпуск Школы, интернаты, детские дома и дома престарелых получат бесплатно товары народного потребления На сегодняшний день прокуратурой проводится работа по безвозмездной передаче конфискованных товаров Лицам, нуждающимся в средствах первой необходимости Целью пресс-конференции является обращение внимания всех организаций, нуждающихся в товарах народного потребления Принять участие в безвозмездном их приобретении Данное мероприятие проводится благодаря тому, что в 2013 году Караганинской транспортной прокуратурой совместно с Департаментом таможенного контроля по Караганинской области выявлен и пресечен канал по контрабанному ввозу товаров из Китая В ходе следствия выявлена и задержана организованная преступная группа, занимавшаяся контрабанной товаров народного потребления по подложным документам В 2013 году Караганинской транспортной прокуратурой совместно с Департаментом таможенного контроля по Караганинской области была проведена большая работа по выявлению каналов контрабанды с Китайской народной республики В результате данной работы стало задержание организованной преступной группы, занимающихся контрабандом товаров с Китайской народной республики, с Республикой Казахстан В настоящее время все виновные лица осуждены к решению свободы, а товары обращены в ходе государства и конфискованы Представителям преступной группы назначили наказание от 5 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества По закону задержанный товар должны были продать на аукционах Реализовать данный товар путем английских и голландских торгов не удалось В связи с этим было решено безвозмездно передать товар нуждающимся Город Майкутук и район это полностью по области То есть областной отдел образования может получить для всей области То есть там любой район города, там Карганинск, Нуринск и так далее передать То есть Балхаш это касается, то что касается региона Карганинской области А распределения уже будут либо по списку, либо уже по мере необходимости А если уже не будут подать, тогда уже будут пропорционально распределять по мере необходимости Подать заявку могут не только представители Карганинской области Детские дома, дома престарелых и инвалидов, детские сады, школы, медико-социальные учреждения Либо субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги Будут переданы мужская и женская одежда В частности пуховики, перчатки, брюки, рубашки, футболки, нижнее белье Также детская и подростковая зимняя одежда, детские костюмы, обувь и канцелярские товары Заявки принимаются департаментом по исполнению судебных актов Находящийся по адресу улица Джамбула, дом 9 Ануар Сидрахима Днчакамбах, Тяруспанов, Первый Карагандинский Изготовлено в Караганде Карагандинская палата предпринимателей провела конкурс среди дизайнеров Теперь продукция, изготовленная в нашем городе, будет носить свой логотип Уже не в первый раз наша область внедряет эксклюзивные идеи Ни одна область нашей страны не прикрепляет логотип на свою продукцию Палата предпринимателей Карагандинской области провела конкурс среди дизайнеров На отбор лучшего логотипа, изготовленного в Караганде Всего на конкурс было подано 43 заявки Из них были отобраны 5 работ, которые представляли 3 человека На сегодняшний день на полках магазина, среди продуктов, изготовленных в Казахстане Тяжело найти нашу местную продукцию Поэтому наша первоначальная цель выделить нашу продукцию на полках магазина Победителем конкурса стала выпускница Карагандинского государственного университета Мустафина Жанар На логотипе, представленном дизайнером, изображены обобщенные нашему городу символы С центра которого красуется знаменитый карагандинский памятник шахтерам Девушка надеется, что карагандинская продукция будет пользоваться спросом Не только по республике, но и в международном масштабе Здесь изображено терриконик в центре Это уголь наше производство Колос – это пищевая продукция Шестеренка означает машиностроение А в центре я изобразила памятник труженикам Это символ Караганды И хотелось бы сказать, что именно благодаря труженикам достигаем успехов Для того, чтобы носить логотип, изготовленный в Караганде Недостаточно производить продукцию в нашей области Производитель должен соответствовать требованиям палаты предпринимателей А их всего три Предлагаемый товар должен соответствовать мировым стандартам качества Современным оформлением упаковки и иметь спрос на свою продукцию Товар, который будет носить логотип, получит поддержку для дальнейшего продвижения своей продукции Пока непонятно, будут ли вставлять наш логотип для товаров на экспорт Я предпринимаю просто Советский Союз, где был знак качества Вот знак качества присваивался тем товарам, которые отвечали, конечно, высоким параметрам Именно в своей отрасли Если это отрасль продуктовая, то, естественно, там качество должно быть самое высочайшее Если это промышленные товары, то там, в этой отрасли они должны соответствовать тем требованиям, которые предъявлялись Именно к этому ассортименту, к этой продукции Что касается настоящего времени, то, насколько мне известно, по областям и регионам, вот такого мы впервые применяем На сегодняшний день наша область является самым производственным объектом в Казахстане Теперь, благодаря логотипу, потребители смогут отбирать для себя самые качественные продукции нашей области Управление внутренней политики Карагандинской области совместно с Центром медиации и права Общественная организация «Синергия» проводит семинар-тренинг на тему Практическое применение медиации в разрешении социальных, корпоративных и трудовых конфликтов и споров Данный семинар-тренинг продолжает курс обучения по программе медиации в социально-трудовых отношениях С 28 января 2011 года в Республике Казахстан принят закон о медиации Согласно этого закона у работников и работодателей появилась новая возможность для эффективного разрешения трудовых конфликтов Проводится семинар-тренинг по вопросам ведения переговорного процесса, по вопросам медиации Вопросы медиации на сегодняшний день имеют очень большое значение Это вопросы разрешения, предотвращения трудовых конфликтов, межличностных конфликтов То есть те вопросы, которые могут способствовать стабилизации общественно-политических процессов Тренинг проводило общественные объединения Синергия Подобные тренинги проходили и ранее, их проводили медиаторы из Алматы Но раньше давались теоретические знания, а теперь участники отрабатывают навыки на практике В семинаре приняли участие представители государственных органов, промышленных предприятий, профсоюзных организаций области и общественных объединений Лариса Хусыинова, Шалкарл Тенбеков, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский Карагандинские педагоги готовятся реализовывать новую программу международной оценки достижений учащихся ПИЗа С 2015 года она, как показатель конкурентной способности страны, будет работать в Казахстане Сегодня все страны мира проверяют дееспособность и качество образовательных программ По умению учеников решать жизненные задачи и не только по академическим учебникам Это совершенно новый подход к системе образования Программа ПИЗа, которую Орлео реализует, это подготовка учителей к работе в классе с учениками по решению таких задач Эти задачи нетипичны, это не академические задачи, которым учат учителей в высшем учебном заведении Около 700 учителей области пройдут курсы повышения квалификации в этом году Уже готовы раздаточные материалы, которые педагоги смогут взять с собой и рассказать в школах о новых задачах по раскрытию и закреплению грамотности у учеников Чему же будут учить педагогов в институте повышения квалификации? Это активным формам работы учителя с учениками в классе Через дискуссию, диалог, через создание среды корпоративного обучения То есть это качественно иное состояние учителя и ученика В рамках тренингов, лекционной работы педагогов будут обучать общей концепции, форме и методике нового выстраивания работы с учениками Международная программа ПИЗа – это не стандарт образования, это новая система оценки качества образования Особенности данной программы заключаются в том, чтобы научить учителя активно работать в классной среде И создавать коллаборативную среду, то есть среду активного взаимодействия Еще одна особенность заключается в том, что мы должны готовить ученика Мы не должны давать готовые знания ученику, а мы должны готовить его именно к использованию полученных знаний в реальной жизни Одной из приоритетных задач государства является поднятие образовательной системы Казахстана На новый качественный уровень Сергей Високосов, Шалкар Алтенбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский Продолжим выпуск Спустя ровно 30 лет Караганда увидела их вновь В наш город прибыла знаменитая на весь мир шоу-программа «Медведи-канатоходцы» За уникальной программой следили и наши корреспонденты Шоу-программа «Медведи-канатоходцы» является единственной в мире в своем роде До сих пор никому не удавалось заставить медведей ходить по канатам, да еще и без страховки При создании данного аттракциона использовались природные таланты и возможности бурых медведей Создателем аттракциона является народный артист России Михаил Иванов Продолжителем цирковой династии является его сын Александр Иванов «Медведи-канатоходцы» это единственный в мире аттракцион, больше такого нет Также у нас знаменитые джигиты Алания Батеевы, кошки-акробаты, собаки-акробаты, ежики у нас работают и лошади А, еще обезьяны, так что видите, мы привезли вам большой комплект животных разнообразных, причем они все исполняют акробатические трюки Александр Иванов в последний раз был у нас в гостях 30 лет назад, когда только открылся наш цирк Ему выпала честь одним из первых выступить перед карагандинцами На шоу-программе медведи и артисты соревнуются между собой на уверенность эквилибристики на канате натянутом на большой высоте Большинство артистов здесь являются циркачами не в первом поколении Многие из них объездили весь мир, выступая во всех крупных городах нашей планеты Зритель очень, очень хороший, очень понимает цирк и любит цирк Разбирается в жанрах, знает, что такое, например, тяжелый трюк или легкий трюк Они реагируют моментально на это Вот сейчас, вот сегодняшний спектакль, как раз и нам интересно было, как нас примет казахский публика Бывают разные, понимаете, вот где-то мы были в Германии, те прям кричат, орут А приезжаешь во Францию, а там где-то, знаете, публика сдержана Караганда стала свидетелем рекордного трюка, который до этого вечера никто не осмелился исполнить Александром Ивановым были продемонстрированы трюки, которые вошли в Книгу рекордов Гиннеса Один из них – это прохождение каната и одновременно набивание меча на голове А второй – жонглирование семью мечами во время езды на одноколесном велосипеде Затаив дыхание, зрители наблюдали за происходящим Жутко, конечно, было, мы на первом ряду сидим, конечно, страшновато, когда они на нас А так интересно Сам цирк пробудет в нашем городе до 12 октября Так что это не последний шанс карагандинцев увидеть косолапых животных, идущих по канатам Национальные виды спорта выходят на международную арену В Кыргызстане завершились первые всемирные игры кочевников, где наш Палуан стал призером по борьбе в казах-кресе Игры кочевников призваны показать историю кочевых народов, их традиции, быт и культуру Заявленный в играх виды состязаний по зрелищности и популярности не уступает признанным спортивным дисциплинам современных Олимпийских игр Казахстан занял второе общекомандное место среди 18 стран По борьбе казах-куресу сборная Казахстана завоевала первое общекомандное место Забрав 5 золотых и серебряных и 2 бронзовые медали В весе до 90 кг выступал Бигзат Ахмедбеков, один из сильнейших борцов нашего региона Занявши второе место, несмотря на результаты в столь престижных соревнованиях, Бигзат готовится к следующим стартам Приехав, тренируюсь как обычно Если все будет хорошо, то в 20-х числах этого месяца поеду в семейно-учебно-тренировочные сборы Также в Ускаменногорске прошли пятые игры народного спорта на призы президента Республики Казахстан В которых приняли участие 16 команд из всех регионов страны Игры проводятся раз в 4 года Казах-куресы как национальный вид спорта входят в программу игр Карагандинские борцы Кайрат Агибаев, Дильбар Умиралиевой стали чемпионами Асыл Барменов занял второе место Весе до 70 кг боролся Кайрат Агибаев, мастер спорта по борьбе Казах-куресы из дзюдо Он провел три встречи и вышел в финал В финале я встретился с Атраусским борцом Он очень сильный борец Но так получилось, мне удобно В нашем регионе борьба Казах-куресы имеет хорошую динамику развития Чему свидетельствуют победы наших борцов на международной арене Бигзат Аликайдаров, Шалкар Алтымбеков, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский О новостях на сегодня все Спасибо, что были с нами Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин